константин натанович почему вы обращаете внимание на усиление пропагандистской компании россии вроде бы она и не ослабевала ну понимаете совершенно явные неуспехи военной области ну в чисто военной области потому что сегодня пропаганда гибридные инструменты так сказать ведения войны это тоже военные действия эффективность этих военных действий в информационном пространстве но совершенно очевидно ослабление или невозможность реализации военных целей приводит к усилению пропагандистской компании ну вот этих инструментов они дешевле они отработаны лучше россии они воздействуют ну не только на внутренний так сказать рынок на граждан россии но и на внешний рынок на запад инструментарий ну хорошо отработан и приносит результату к россии вот хороший очень пример с петербургским экономическим форумом но нет на самом деле никакого форума нету экономики вот это в чистом виде пропаганда и тут тоже вот журналисты украинские мне пришлось обращать их внимание на это пропаганда это все уже давно изучено понято там кто-то из конгрессменов давно очень в начале прошлого века сказал что можете говорить любые гадости главное главное правильно пишите фамилию все реклама вот этого экономическую форму нету но все делается для того чтобы ну просто он упоминался там филия киркоров без перьев правда в этот раз талибы там даже скандал с такаевым все так сказать зачитывается потому что это раскрутка вот этого экономического форма при полной отсутствии при полном отсутствии экономики экономического роста каких-то признаков нормальности в экономии в экономике что вот необходимо продвигать просто название петербургский экономический форум а у нас вот чего-то происходит в экономике чистая пропаганда законы пропаганды в россии они приняли какие-то ну такие необычные чуть уродливые формы я помню как на эхе москвы вдруг начали продвигать пропаганду спецслужбы причем через националистов таких радикальных там не просто ругань и оскорбления помню тогда сергей корзун высказал предположение что все-таки надо как-то это дело регулировать а лёша венедиктов считал что нет пусть пусть будут и хулиганы все равно они раскручивают бизнес я думаю тогда закладывались некоторые вот эти новые принципы пропагандистской компании которая сегодня реализуются в россии ну не только на эхе москвы конечно это может быть яркий пример но не единственный вот а то что касается в ленте скажем мои где я предлагаю но не кормить тролли потому что это единственная цель единственная цель у них устраивать свар отвлекать внимание устраивать скандалы и дискредитировать обычные человеческие позиции гуманистические позиции людей это но единственный способ просто не противостоять не входить в в дискуссии с этими троллями вот это мой призыв